Мне было где-то тридцать один год тогда, тридцать тридцать один год где-то так примерно в этом возрасте. Когда начал систематически изучать вадвидическую культуру, всю философию сознания Кришны, немножко кажется каким-то такой не наше, как бы индийское как-то так, немножко такое эзотерическое слишком. Но на самом деле это то, что принадлежит душе, потому что душа не имеет национальности. Меня зовут Иван Сикара, я участник движения Сознания Кришны, это международное общество. С Кишинем я так же и свидал. Мне 43 года и я занимаюсь духовной практикой в международном движении Сознания Кришны. Наш режим дня начинается рано утром, в 3.30 мы просыпаемся, иногда раньше, иногда чуть позже. Утром мы совершаем полное омовение, то есть нужно полностью омыться. После этого человеку наносят определенные знаки, вот такие защитные, на тело. Оно наносится на 12 частей тела, то есть вот первый наносит на лицо, сюда, 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 здесь, здесь на руки, вот таким вот образом, и два знака вот. То есть эти знаки, они, это знаки, которые играют в первую очередь защитную функцию, как бы символическую функцию, в том плане, что наше тело, оно является храмом Бога. У мужчины ситуация такая, что бреется голова, но опять же этот стандарт, хвостик на затылке, это не стандарт для каждого, так как мы живем здесь в храме, и наша духовная практика, она, скажем так, имеет определенные философские, эзотерические объяснения, то вот эта часть, это часть тела, это как бы самая такая уязвимая часть на голове, темечка такой, да, то есть называется браумаранха, она должна быть покрыта. То есть даже если вся голова побрита, но это место должно быть закрыто. Два атрибута, которые, неотъемлемые атрибуты последователя Гаудиева и Шнавизма, то есть того пути духовной практики, которым мы следуем, то это называется тилака, это вот этот символ на лице, и бусы из тулоси, это священное дерево, которое олицетворяет преданность, это олицетворение преданности верховной личности Бога. Эти бусы также играют защитную функцию, защитную роль, здесь вот есть такая у нас еремная ямка у каждого, и в принципе эти бусы, они идеально, идеально, они должны защищать вот это место. После этого мы приходим в алтарную комнату и участвуем в утренней программе, которая заключается в поклонении духовному учителю, поклонении алтарю, и после этого мы занимаемся мантрой медитации. Ну, я родился в достаточно религиозной семье, то есть мать у нас была очень религиозной женщиной и остается ей по сей день, то есть она христианка, и так как она всегда прививала нам какие-то духовные ценности с детства, то в определенный момент в нашей жизни в нашем доме появилась книга Бхагавадгита, то есть это книга, которая является фундаментальной книгой всей ведической философии. Так как я нахожусь в таком сейчас укладе жизни, в таком, что я живу как ученик, ну, уже много лет живу как ученик, но этот уклад жизни, он предполагает, что после определенного завершения цикла обучения можно создать семью, и уже вот этот, в некотором смысле, такой отреченный уклад, как ученик, да, но потом можно создать семью и дальше жить обычной социальной жизнью. Соответственно, с ведической культурой, если вы пришли к нам в дом, мы должны вас накормить. Как сложится моя жизнь, ну, моя жизнь, она принадлежит Богу, поэтому Он управляет и Он направляет скитание каждого, мы знаем, потому что мы там загадываем, я хочу так, но оно происходит как-то по-другому сценарий, я хотел так, а вот получилось по-другому. Жизнь, которая нам предшествовала моей духовной практике, она была как жизнь обычных людей, очень многие люди живут такой, очень многие люди даже счастливы жить такой жизнью, но в определенный момент, когда происходит разочарование определенное в жизни, человек начинает искать что-то более еще, а есть еще что-то более высокое в жизни, и когда мы находим эти этапы, эти сферы, эти слои жизни, мы хотим жить еще более высоким уровнем жизни и еще более высоким уровнем. Субтитры создавал DimaTorzok